Добрый день! Сегодня в своем видео я хотела рассказать и показать, как можно дома приготовить очень вкусный глинтвин, который в холодную погоду очень согревает и приносит массу удовольствия. Итак, для этого нам понадобится пол-литра вина. Я его уже налила в этот ковш. Понадобится корица. Корицу я беру в палочках такую длинную, чтобы потом ее достать. Мед и половина только апельсина. Если бы я брала бутылку вина, то тогда я брала бы целый апельсин. Итак, также нам понадобится гвоздика. На данный момент у меня гвоздики нету, но я бы ее добавила одну штучку, и она придает небольшой пряный аромат. То есть глинтвин получается тоже очень вкусно. Итак, я с половинки выдавила сок в само вино и положила туда половинку апельсина. Предварительно, соответственно, помытим. И положила туда палочку корицы. Если бы была у меня гвоздика, положила бы еще одну штучку гвоздики. Теперь я это все ставлю на огонь и буду доводить до температуры где-то 80 градусов. То есть до кипения не доводить. Вот я уже сняла вино. Довела его где-то до 80 градусов. То есть главное не довести до кипения. Теперь я прикрываю все это крышкой, чтобы оно немножко остыло и впитало в себя все пряности, которые мы туда положили. Итак, вот я уже свою глинтвин перелила уже в кружку. Теперь, если у вас вино слишком терпкое, вам хочется более сладкого или слишком сухое, или просто хочется более сделать полезным, можно добавить в глинтвин именно перед самым употреблением ложечку меда. То есть оно будет более полезное, более сладкое, более витаминное. И если вы глинтвин делаете на компанию большую, там бутылку делаете, полторы, там две, неважно. После того, как оно чуть-чуть подостынет, обязательно корицы, специи, апельсины, кожуру все подоставайте, потому что оно очень сильно перенасытится всем этим и будет давать горечь. Вот все, что я вам хотела рассказать и показать. Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и интересного для себя.